Придумать и реализовать полезную идею в помощь тем, кто по какой-то причине утратил двигательную функцию рук, решили молодые белгородские ученые. Студент пятого курса Медицинского института БелГУ Владислав Дуброва собрал команду единомышленников и разработал интересный агрегат. Он называется реабилитационный аппаратно-программный комплекс с элементами биологической обратной связи, ну а проще говоря робоперчатка. Недавно разработка заняла первое место на глобальном форуме изобретения на Кипре, а в Ялте команда получила грант на международном российско-китайском форуме Инродел в 1 миллион рублей на усовершенствование. Важно, что аналогов робоперчатки в России нет, и она превосходит зарубежные примеры таких решений по нескольким параметрам. Сейчас все покажем прямо в студии наш гость Владислав Дуброва. Владислав, здравствуйте. Здравствуйте. Ну давайте сразу покажем зрителям вашу разработку. Расскажите, как она работает. Ну, данная разработка, это одна из тех разработок, которыми занимается наша команда. Также мы работаем над воктевым суставом и бионический протез кисти. Ну, я думаю, я выключу, чтобы... Да, а как она работает? Принцип работы этой перчатки заключается, как мы видим, в механотерапии. Это как раз подвижность пальцев. И данная перчатка программируется на определенные паттерны и движения по восстановлению у инсультников. То есть это какие движения? Социально-бытовые, которые нужны чаще всего для нормальной жизнедеятельности. Человек это взять чашку, ложку, вилку, зубную щетку. Перчатка обучает это сначала сама пациента. И когда пациент начинает это сам потихоньку выполнять, первое движение, первое колебание, она с помощью датчиков на предплечье. Здесь датчики у вас сейчас есть, да? Да, датчики есть у меня, которые считывают мышечную активность. Они видят то, что мышцы начинают работать. И перчатка уже затем просто поддерживает пациента в своих начинаниях. То есть она подстраивается, да, под силу? Да, она подстраивается полностью под пациента, считывает его активность, как он может удерживать эту именно ложку, чашку, вилку. И если в дальнейшем он сам сможет взять это, держать, и перчатка ему уже помогать не будет. Она просто будет следить, чтобы он это удержал. И если у него расслабляется мышечный каркас, она его поддерживает, чтобы он не упустил это. Ну, над разработкой, вы работали не один, у вас целая команда. Вот членами вашей команды и тем, как всё-таки изготавливался опытный образец, мы сейчас покажем зрителям сюжет и посмотрим вместе с вами. Это сейчас три-то на детали. Можно их сразу пять штук выставить. И они сами печатаются. Вот один, один, второй. Студент БГТУ Артём Буковцов увлечённо рассказывает о процессе печати деталей механизированной руки. 3D-технологиями он занимается уже более пяти лет. В прошлом году выиграл Всероссийскую студенческую олимпиаду «Я профессионал» в номинации «Аддитивные технологии». Успехи Артёма оценили его коллеги-изобретатели из БелГУ. Это большая мотивация помогать людям. Всё началось с того, что Влад меня пригласил в команду. Мы с ним были раньше знакомы. И вот он, зная то, что могу 3D-моделировать, печатать, пригласил в команду. Как раз перед нашим приходом на печать была отправлена часть пальца будущей робоперчатки. Это займёт 40 минут. Раньше на производство деталей из дерева или железа тратили в 2-3 раза больше времени. Его теперь тратят на доработку конструкции. Все детали, которые мы смоделировали, мы сначала собрали в сборку на компьютере, посмотрели их взаимодействие. И в дальнейшем приступили к 3D-печати. То есть 3D-принтеры помогают нам быстро создать нужные детали нам. И посмотреть и функционал, и работоспособность, как вообще будет выглядеть устройство вживую. Для их разработки принципиальное значение имеет материал. Используют ПВА-пластик. Прочный на разрыв, эластичный и более экологичный. В состав материала входят органически разлагающиеся вещества. За нашим общением деталь напечаталась. Для механизированной руки таких нужно еще 4. Всего же более 50 комплектующих. Почти все собственного производства. За их проектирование отвечает инженер Андрей Гладышев. Это устройство для разработки пальцев кисти руки не первое в его карьере. В багаже бионический протез руки и локтевой сустав. Но разработки объединяют то, что они нацелены на реабилитацию. Встречая вот таких людей, которые непосредственно как Влад, он лично сам перенес травму. Именно видя, как горят его глаза, когда что-то такое разрабатывается непосредственно им, то есть командной нашей, здесь уже, наверное, какой-то мотивирующий фактор играет роль. Именно помочь таким людям. С методической поддержкой проекта помогает преподаватель Белгородского госуниверситета Андрей Олейников. Он, по сути, технический консультант и соавтор-проектировщик. Вообще всегда приятно видеть результат многолетней работы. Многих из ребят я знаю еще со времен их суденчества. Если раньше они учились у меня, то сейчас я уже начинаю учиться у них. Поэтому здесь обоюдо выгодное сотрудничество. В планах команды разработчиков собственное производство изделий для реабилитации. Сейчас оформляют патент на устройство для разработки кисти руки и рассчитывают на очередную грантовую поддержку. А мечта — открыть собственный реабилитационный центр. Ирина Подзолкова и Эдуард Горелов. Такой день на Мире Белогорье. Ну вот снимая сюжет, мы узнали, что у вас есть личная история, которая связана со стартом идеи. Вот расскажите о ней. Да, это правда. У меня была перенесена травма левой руки. То есть я в детстве получил ожог, если точно. И моя рука стала потихоньку не работать, трофироваться из-за килоидных рубцов в области локтевого сустава. Почему у нас разработка началась с локтевого сустава? Так как у меня был личный пример. И нужно было эту проблему как-то решать. И хирургическое лечение было. Но как бы в детском возрасте не хотелось хирургического лечения. И был придуман первый образец, который собирался в домашних условиях. Спасибо это с дедушке. Мы с ним вместе его сделали. Ничего себе. Вот он дал идею, которую в дальнейшем я начал развивать. И получился первый образец, который выставили. Я закончил медицинский колледж сначала, где я как раз и сделал первый готовый образец. И затем уже мединститут, где собралась команда. И пошли более серьезные разработки. Как видно кисть. И в дальнейшем на этом останавливаться не планируем. Но важно знать мнение эксперта, который, допустим, работал с пациентами после инсульта и занимается их реабилитацией. И мы узнали это мнение. Встретились с врачом-реабилитологом неврологического отделения областной больницы. Показали ей видео. И сейчас услышим, что она прокомментировала. Даже то, что она уже легче, чем зарубежные аналоги, это уже о многом говорит и очень поможет. Потому что если рука обездвиженная и вообще нет сил, то можете представить, да, вот эти килограммы, десятки килограмм носить на этой руке, а еще пытаться сдвинуть это как-то, это очень и очень тяжело. Поэтому уже это хорошо. Опять-таки научиться чему-то как-то, ну, сами понимаете, да, когда оно начинает работать, еще если это все фиксируется, помогает и улучшает, и усиливает, и ускоряет процесс восстановления, ну, конечно, это необходимо. Ну, ребята, наверное. Однозначно. Действительно ли, что у вас был разговор с этим врачом, и она даже дала вам пару советов? Да, это так. Мы обсудили некоторые медицинские нюансы, и благодаря ее советам мы построили дальнейший вектор развития. Она нам посоветовала еще проработать плечевой сустав, как это является актуальным. И нужно начать работать над плечевым, затем в активы, и только перейти к кисти. И в дальнейшем планируем разрабатывать плечевой сустав. Такое устройство очень объемное. Скажите, а сколько оно весит? Данное устройство весит меньше, чем полкилограмма, всего 420 грамм. Поэтому очень удобно и комфортно для перемещения и, в принципе, для ношения, помимо стационара, также в домашних условиях. Но у вас есть еще и металлический образец. Да, металлический образец сейчас собирается для испытания уже клинических. Ну, это все юридически будет оформляться и будем проводить испытания на пациента. Ну, а по весу будет такой же? По весу будет занимать примерно так же. Мы еще с одним специалистом, еще один специалист познакомился с вашей разработкой. Мы с ним поговорили. Это врач, который возглавляет областной госпиталь для ветеранов. На его базе работает также гериатрический центр. И вот что доктор сказал по поводу разработки. Давайте послушаем. Нет сомнений, что это действительно важное изобретение. Этот модульный аппарат, он предназначен не только для реабилитации. То есть вот есть, допустим, контрактура или поражение, допустим, нерва после травмы. Или это, допустим, был инсульт. И после инсульта есть нарушение двигательной функции, конечности. И вот этот аппарат, он как раз помогает реабилитироваться пациенту. То есть настроить мышцы на правильный лад, их растянуть и помочь им двигаться, восстановить эту двигательную активность. Разговаривала с разработчиком и предложила ему госпиталь как клиническую базу для проведения этих испытаний. И мы только за, если что-то новое внедряете, тем более это наши белгородцы, почему бы их не поддержать и не помочь им. Ну понятно, что вам нужна база для испытания образца, да? И возможно, такой базой станет как раз-таки госпиталь для ветеранов, где работают над реабилитацией пациентов. Заинтересованность мы увидели. А вот скажите, когда это может случиться и какие этапы для этого предстоит пройти? Ну, какие этапы пройти, это главное сейчас собрать опытный образец, который будет функционировать без ошибок, чтобы его можно было допустить к пациентам. Это наша главная задача, которую мы хотим скорее же реализовать. А по поводу сроков, это где-то март, ближе к весне, мы уже обговорили. И, конечно, мы как клиническую базу будем рассматривать это и планируем, помимо этой клинической базы, также областную клиническую больницу и Таволжанку, реабилитационный центр в Шебекино. Ну скажите, а выигранного гранта, который в Ялте, хватит на доработку всех необходимых испытаний? Ну, здесь трудно сказать, потому что это деньги не такие большие по современным меркам, плюс облагаются налогом. То есть понадобится помощь? Да, как бы мы не отказались и от другой помощи, так как предстоит еще и сертификация данного продукта. Хоть она будет и облегчена, не как медицинская, а как тренажер для реабилитации, но все равно от любой помощи не откажемся. Спасибо вам большое за интересный разговор, спасибо, что занимаетесь таким делом и желаю вам удачи, и чтобы разработка была сильнее и сильнее. Мы будем следить за вашей работой. Спасибо.